Поисковый отряд «Высота» вернулся с 9-й по счёту экспедиции в Республику Карелия. Там они обследовали места, где проходили бои сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии. Чем была знаменательна эта поездка? Не только об этом поговорим сегодня. С Татьяной Нидбайло, руководителем поискового отряда «Высота» и бойцом Софьей Сергеевой. Здравствуйте. Рада вас видеть. Татьяна Анатольевна, первый вопрос к вам. Есть ли уже какие-то традиции у поискового отряда «Высота», без чего не обходится ни одна поездка ваша? Безусловно. На протяжении 9-ти наших поисковых экспедиций традиции сложились. Сложились они буквально с первого года нашей работы. Первая традиция – это проводы отряда с Мемориала Славы. Провожают нас ветераны, провожают нас родственники солдат, погибших на Карельском фронте. Провожают нас бывшие бойцы отряда «Высота», поскольку сегодня уже больше 70 мальчишек и девчонок свою судьбу связали с нашим отрядом. И это уже никуда не денешь. А что-то такое на удачу, может быть, какие-то у вас есть традиции? А вы знаете, такие традиции из слов, из пожеланий, из тех слов, которые нам говорят ветераны, которые нам говорит Анатолий Александрович Шевчук, помощник комиссара военного нашего по Алтайскому краю. «Возвращайтесь живыми, будьте осторожны, будьте аккуратны». Потому что это тоже опасно? Это очень опасно, потому что мы едем на места бывших боевых действий. Поэтому главное правило поисковика, которое ребята учат с первого дня желания поехать в экспедицию – ничего не трогай, если что-то увидел необычное. Сразу зовите взрослых поисковиков, которые имеют допуск работы с различными взрывоопасными предметами. Это очень опасно и очень серьезно, потому что места бывших боевых действий еще наполнены разными опасными предметами. А еще я знаю, что вы берете с собой, по-моему, внуков или внучку тех, кто служил, правильно ли я поняла? Вы знаете, каждый раз происходят необыкновенные истории в нашем поисковом отряде. Поскольку многие ребята находят по книгам памяти своих дедов, ну теперь уже прадедов и прапрадедов, участников боя, знаменитого боя у села Рогозера в республике Карелия. Ну, конечно, не каждому везет найти того, кто погиб именно в этом бою. Но в настоящее время сообщество определяется около 30 родственников. И даже более, теперь уже внуки, правнуки присоединились к тех, кто погиб в сибирском батальоне. И в этом году такая же уникальная история произошла, как и в 2013 году, когда Евгений Новохадский, вернувшись уже из поисковой экспедиции в Карелию, узнал, что его прапрадед погиб там, с Веридов. А в этот раз, после еще одной традиции отряда, митинг у села Рогозера на мемориале, где мы проводим поисковые работы, где проводится всегда процесс облагораживания этого мемориала, при чтении 364 фамилий наших воинов, увековеченных на мемориале, один из солдат, бойцов нашего отряда, нашел фамилию своего прапрадеда. Солчание прапрадеда, конечно. Семья знала, что прадед погиб без вести, пропал. И когда, сейчас же очень быстро все это можно обнаружить, и когда его мама узнала об этом, ну, конечно, слезам не было предела. Сейчас у нас в руках уникальные документы, это свидетельство о рождении его детей, где упомянут он его год рождения. Поэтому вот такой случай произошел. Все эти годы они не знали о том, где похоронен, где погиб. Потому что это известие пропал без вести. Ну, не каждая семья доходит до книги памяти. То есть просто хранят и берегут память. И они все время мечтали о том, чтобы найти. Ну, и Наталья Владимировна, мама Данила Реункова, сообщила, это ж надо было поехать за 6000 километров прапраправнуку, чтобы найти там своего прапрадеда. Значит, так и должно было случиться. Да, обязательно. Здесь у нас еще один боец, это Соня. Соня, вопрос к тебе. Условия ведь достаточно тяжелые в экспедиции. Холодно, может быть, и грязно. Вот тебе это вообще зачем? Почему решила ты стать бойцом? Почему я решила стать бойцом, я не знаю. Мне нравится это дело, находить солдат, привозить их домой. Условия к нам были очень хорошие. Погода нам благоволила. То есть, когда мы туда приехали, был солнечный день. Но в последний день, когда мы оттуда уезжали, было холодно. Но это нам не помешало. А много ли вещей, вот Татьяна Анатольевна, Соня, много ли вещей обычно в экспедицию бойцы берут с собой, что всегда необходимо иметь под рукой, например? Самое главное, что нужно иметь под рукой, так же, как и солдату, с ложкой, хранящейся за голенищем сапога, предметы, из которых они будут питаться. И, конечно, минимальный набор одежды. Это зависит от погоды. Если холодно, то, конечно, мы берем больше теплых вещей. А какие-то специальные лопаты используете? Ну, или что-то такое при раскопках, специальные какие-то предметы, чтобы это все найти? Вы знаете, оборудование, конечно, специальное. И каждый раз, присылая вызов из Республики Карелия, поисковики отряда «Вертикаль», Павел Козловский, который на протяжении тех лет нас опекает ежедневно, еженочно, ежеминутно, пишут, что с собой приобрести, обязательно везти лопаты, щупы и другое, более мелкое оборудование. Ну, Соня немножко об этом расскажет. Но мы лопаты наши храним там, в Карелии, потому что мы туда возвращаемся каждый год. А с собой не везете все, это тяжеловато. Это достаточно тяжело. И, конечно, для того, чтобы проводить раскоп по археологическому методу, мы снимаем первое маховое одеяло, а затем уже более мелкими лопатками, лопаточками, мелкими грабелочками и даже щеточками. Все то, что находится под этим маховым одеялом вместе с солдатом, очищается там же на месте. То есть вот есть какие-то правила, как копать, чтобы находку эту не повредить? Вот как, Соня, все это происходит? Да, есть определенные правила. Мы сначала снимаем верхний слой мха и потом аккуратно окапываем. А чем вы это все делаете? В верхний слой мы снимаем руками, а окапываем мы небольшими лопатами, так, чтобы не повредить то, что находится под землей. Какие все-таки специальные инструменты используются? Вы знаете, какие специальные инструменты? Я вернусь еще к режиму работы. Каждый раз, когда отряд едет в экспедицию, в этом году к моему большому сожалению я не смогла поехать в экспедицию. Руководителем была Елена Николаевна Масляева, это учитель Нолобихинской средней школы. И, конечно, все тяготы вот этой жизни, ответственность за жизнь ребят, за здоровье ребят была возложена на ее хрупкие плечи. Поэтому огромную ей благодарность за то, что она все это вынесла. Я надеюсь, в следующем году мы уже поедем снова вместе. И поэтому каждый раз в поезде ребята спрашивают, сколько мы будем работать? Час, два, мы знаем закон, мы знаем, что там несовершеннолетним нельзя более двух часов заниматься этим делом. Я говорю, ребят, вы видите все воочию. Как только обнаружится находка, тем более если это обнаружатся останки, они просто не уйдут с этого места до тех пор, пока не поднимут солдата. В этом году им поднято было семь солдат совместно с поисковыми отрядами карельскими. Это Вертикаль и Аль-Таир. Мы с ними так и работаем все время вместе. Ну, я смотрю, у нас здесь на столе еще есть артефакты. Это, видимо, вы как раз привезли. Что это такое? Расскажите Соню. У меня в руках сейчас находится саперная лопатка. Это был важный предмет для солдата. Ей он мог обороняться в бою. Также он ей окапывал... Ячейку индивидуальную. Да, окапывал индивидуальную ячейку. А что еще здесь у нас на столе? Также у нас находится противопехотная мина. Это вот эта? Да. Чаще всего ей подрывали железную дорогу. И рубашка от гранаты. А вот эта, да, эта рубашка называется? Которую использовали пехотинцы. Причем она дальность боя имела разную. И вот те насечки, которые на ней есть при разрыве гранаты, дополнительные ранения причиняли вражеским солдатам. Вот мне всегда интересно, чем-то обрабатываете, вот то, что находите? Есть какие-то специальные химикаты? Или как это все происходит? Есть, конечно, и специальные химикаты. Надо ли это делать? Есть и просто. Надо, конечно, чтобы более эстетичный был вид. Хотя многие находки у нас хранятся в первозданном виде. И мы обрабатываем их уже после полевой экспедиции. Когда привозите домой, да, здесь уже? Конечно, когда привозим домой, перед передачей в экспозиции наших школ, откуда ребятишечки едут в поисковый отряд, конечно, мы их обрабатываем. А где теперь все эти артефакты будут храниться? Куда вы их? Эти артефакты будут находиться в музее, который расположен в лицее номер 129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии. Там практически все хранится, что вы находите, да? Что вы нашли за эти 9 лет? Безусловно. За эти 9 лет мы не очень много привозим находок, естественно. Это очень тяжело, во-первых. Во-вторых, ну, надо какие-то такие раритеты, которые для нас очень дороги. Ключик от дома, в который солдат хотел вернуться. Будильник, механизм будильника был. Хранится у нас интересная фитильная лампа керосиновая, которую раскопали, когда работали на блиндаже командирском. И, конечно, эти артефакты часть мы передаем и в краеведческий музей, и ребята, которые участниками отряда являются, конечно, везут их в свои школьные музеи. Поэтому все артефакты обрабатываются и мелкими различными деталями покрываются, и специальными предметами, там, щеточками, небольшими лопаточками, для того, чтобы хранилось безупречно на протяжении многих лет. Но вот это ценные артефакты, которые в этом году нашли и привезли? Или они каждый ценен? Каждый артефакт ценен, поскольку про каждый можно историю написать. Про саперную лопатку, это называется МПЛ-50, малая саперная лопатка, она, в принципе, сегодня на вооружении, так же, как и в первые годы мировой войны, находится у наших солдат, у всех армий боевых. И очень часто, вот мы будем ее, когда обрабатывать, увидим год ее изготовления. Это часто очень, 1915-1913, то есть это саперные лопатки еще с Первой мировой войны. Но сегодня, конечно, модификации разные, есть и складные, и прочее. Один из ребят нашего лицея писал работу творческую про саперную лопатку, а вот Данил Реунков писал очень хорошую творческую работу про стеклянную фляжку, которую тоже находят в экспедиции ребята. Ну и должна сказать, что одна из традиций, это торжественная встреча отряда «Высота» на мемориале славы. И в этом году ребятам отряда была вручена вот такая фотография и вот эта книга «Навечно в северных лесах» о солдатах Карельского фронта, которые ушли в бессмертие с Бийского вокзала. Еще одна традиция есть у нас 7 сентября, в день, когда погибли наши земляки в республике Карелия, проводить торжественно-траурное мероприятие в городе Бийск. С нами едут ветераны из города Барнаула, мы собираем из Косехи, из Налобихи ребят. И в Бийске на площади железнодорожного вокзала установлена небольшая стела, где написано об этом подвиге. Соня, какой для тебя самый памятный день в поисковой экспедиции? Самый памятный день для меня это был последний день. Это когда была тропа в Орламово, когда мы все вместе, все эти отряды, когда мы подружились и у нас были соревнования. Также, можно сказать, первый день. И это когда мы только приехали туда, когда мы начали расставлять палатки, и когда мы начали знакомиться с другими отрядами, такие как Вертикаль и Аль-Таир. У многих ли ребят, участвующих в экспедиции, есть желание в следующем году поехать? Пойте, пожалуйста, к Соне. Да, у меня большое желание поехать еще раз в очередную экспедицию. Потому что у тебя еще есть время, ты еще учишься в школе. Да, я еще учусь в 10 класс пошла, то есть у меня еще есть время туда попасть. Татьяна Анатольевна, а вы тогда в следующем году собираетесь? Я собираюсь, конечно, но это зависит от многих факторов, в том числе от здоровья моих драгоценных родителей. Поэтому надеюсь, что будет лучше. Я надеюсь, что в следующем году вы обе поедете и найдете что-то тоже интересное для Икровического музея, и для своего тоже. Спасибо большое, что к нам пришли. А я напомню, что сегодня мы говорили с Татьяной Нитбайл, руководителем поискового отряда «Высота» и бойцом отряда Софьей Сергеевой.